Эта неделя в нашей программе посвящена индустриальному району. С пятницы мы собирали вопросы от населения, адресованные главе районной администрации. Сегодня Александр Иванов у нас в гостях. Вечер добрый, Александр Иванович. Не буду задерживать время. Быстренько побежим по облиц-опросу. Когда будет приведен в порядок угол улиц Карпинского и Рязанской? В районе Рязанской железнодорожные пути заброшены, наполовину разобраны. Просит прокомментировать ситуацию. В настоящее время нами проводится согласование конкурсной документации на ремонт улицы Карпинского на участке от Стахановской и Досвиязева. Как раз то перетечение, о котором идет речь, Карпинского с улицы Рязанской входит в этот промежуток. Безусловно, те рельсы, которые находятся на этом участке, будут демонтированы. И в соответствии с той программой, которая у нас есть, все работы должны быть завершены до 30 сентября. Ну отлично, срок прозвучал, значит мы будем отслеживать. На остановке Чайковского по улице Мира в сторону центра убрали остановочный павильон. Нет даже крыши над головой. Замена всевозможных остановочных павильонов или появление новых в том или ином районе проводится Департаментом дорог и транспорта. В нашем районе это происходит в несколько этапов. В течение июня месяца Департамент дорог и транспорта установил у нас 14 павильонов. Что касается той остановки, о которой идет речь, это улица Мира, остановка Чайковского. Соответственно, с данными Департамента планируется установить павильон в первой половине августа. Когда сделают дорогу по улице Советской Армии на участке от Мира до проспекта Декабристов? Что касается данной дороги, эти планы были озвучены еще, как известно, в 2012 году. Управление внешнего благоустройства и МКУ «Пиремблагоустройство» работы по строительству данной дороги запланировано на 2015 год. Я надеюсь, что эти планы будут реализованы. В саду Миндовского много растет тополей, которые необходимо кронировать, особенно вдоль центральной площадки. Вот вопрос с тополями, мне кажется, актуален для каждого района. В каждую неделю определенного района этот вопрос мы получали. Что касается кронирования или так называемой санитарной обрезки, это происходит, как правило, в осенне-зимний период. И после того, как соответствующий специалист в области озеленения составит акт о необходимости санитарной обрезки. Эта работа носит плановый характер. Что касается сада Миндовского, в осенне-зимний период 2013-2014 года было кронировано 30 тополей, в том числе 12, которые как раз находятся на центральной аллее. Данная работа будет продолжена в саду Миндовского. На осенне-зимний период 2014-2015 годов запланировано также кронирование 30 тополей. А какая-то другая растительность будет высаживаться дополнительно? Я имею в виду деревья. Что касается сада Миндовского, сразу же после реконструкции там были проведены все мероприятия по озеленению, поэтому чего-то дополнительного там не требуется. Следующий вопрос. Между домами по улице Свиязева 2А и Карпинского 107 была заасфальтирована баскетбольная площадка. Больше месяца назад с нее сняли асфальт, на площадке оставили только гальку. Хотелось бы узнать, зачем разрушили площадку, когда ее восстановят. Что касается данной спортивной площадки, в нее адресная привязка не Карпинского 107, а 103. Дело в том, что в настоящее время в нашем районе по адресу Карпинского 103 и Свиязева 28Б, такой структуры, как муниципально-автономное учреждение, городской спортивный комплекс, проводятся работы по ремонту данных спортивных площадок. Они приобретут новую жизнь, там можно будет играть не только в баскетбол, но и в волейбол. Будет резиновое покрытие, оборудованы трибуны для зрителей, место для хранения инвентаря и освещение. Что касается данных площадок, они должны быть введены в строй к концу июля этого года. Можно сказать только, что планы прекрасные. Остается надеяться, что будут воплощены вовремя, в срок и в полном объеме. Когда будет выполнен ремонт проезжей части по улице Встречная, спрашивают. Что касается ремонта улицы Встречной, точно так же, как и ремонт улицы Карпинского, сейчас происходит согласование конкурсной документации, и эти работы должны быть завершены до 30 сентября. Следующий вопрос. По улице Снайпера в районе дома номер 11 не хватает бортового камня. Возможно ли его установить? Что касается бортового камня по улице Снайперов, и в частности дом 11, МКУ индустриального района должно завершить эту работу в течение июля месяца. То есть очень скоро он там появится, да? Во дворе дома по шоссе Космонавтов 114 очень плохая дорога. Когда ее отремонтируют? Что касается шоссе Космонавтов 114, это придомовая территория, проезд сквозной. Это проблема не только данного дома, но и многих наших микрорайонов. В администрации города Перми было принято постановление 31 августа 2012 года номер 511, в соответствии с которым жители могут получить субсидию на благоустройство той или иной придомовой территории, согласовав данный вопрос с депутатом Пермской городской думы. Что касается этих объектов, их сейчас с увеличением финансирования стало больше, в частности по нашему району свыше 40 объектов в ближайшее время будет отремонтировано, и шоссе Космонавтов 114 тоже попадает в этот перечень, а работы должны быть завершены в августе месяце. Боюсь, что мы успеем еще ответить только на один вопрос, остальные я вам просто все распечатаю и отправлю вместе с вами на решение какое-то. Почему нет прямой транспортной связи с любой остановки индустриального района, с микрорайоном железнодорожным? Приходится во многие точки города добираться с пересадками. Понятно вам о чем речь? Да, конечно. Что касается нашего города, мы знаем, что он один из самых больших в России. Дорожно-транспортная сеть у нас довольно развита. Насколько я знаю, у нас ежедневно выходит на улицы города свыше 800 автобусов, 120 трамваев, 80 троллейбусов. У нас 74 автобусных маршрута, 11 трамвайных и 9 троллейбусов. Кроме этого, 12 маршрутных такси. Поэтому, конечно же, казалось бы, все довольно развито, но, как правильно здесь замечено, без пересадок добраться туда или еще куда-то довольно сложно. Но, тем не менее, Департамент дорог и транспорта учитывает всевозможные пожелания наших жителей, вводит периодически экспериментальные маршруты. Если они себя оправдывают, эти маршруты становятся стабильными. Свои пожелания можно предложить по телефону горячей линии, он довольно простой. 2-25-2-250-25-50. Ага, 2-250-25-50. Я думаю, что все это запомнят. Телефон действительно простой. Спасибо вам огромное за то, что вы ответили на ряд вопросов. Вопросов огромное количество. Действительно, все в любом случае бы мы сегодня не успели озвучить. Поэтому, как и обещала, все вам с собой. Еще раз спасибо за вечернюю беседу.